Друзья, приветствую. У нас в гостях, так сказать, гость из семидесятых из Японии. Вот такой вот Sanyo RP-1250. Приемник такой я откопал неожиданно для себя. Необычный такой дизайн. Вот у нас что пишет Sanyo. Электронику LTD. Чистый японец, рабочий, в рабочем состоянии. Так вот он открывается на двух батарейках полтора вольтовых. Вот такая вот ряночка, транзисторы, конденсаторы и прочее, прочее. Самое интересное тут я снял, вытащил, думал заменить конденсаторы Rubicon. 10 вольт, 100 микрофарад. Самое смешное и интересное. То, что им практически сколько? 30 лет, да, даже больше. Вот, и получается больше 30 лет. Да. То есть получается практически, ну там 70-й год, это ж не начало, ну почти 40 лет, даже больше. И ESR в прекрасном состоянии. И емкость тоже не упала. Ну, что означает японцы, они наши армянские говняные конденсаторы. Сейчас включу, покажу, как он работает. Секунду. Так, включается вот так вот. Появляется такой регулятор громкости, красный. Так, пойдем попробуем. Потому что, в принципе, да, очень много то, что здесь происходит. Entonces, знаете, нет восьмые п mentallyни Austria то 있으니까, как я вижу одно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА очень потреску я чувствую также нужно менять конденсатор потому что скорее всего до болезнь вот этих пленочных кондёрчиков звуки такие нехорошие это означает что наступил ему конец конденсатора то есть так вроде он принимает но экземпляр безусловно интересный вот и достойно внимания так что он такой вот необычный мне приемник в коллекция можете меня поздравить ребята в коменте интересно будет обсудить данный экземпляр так разобрал я все все что мог уже два часа долгу с раб забрал по моему корпус но это такое ни о чем не говорит в общем пришлось мне выпаивать конденсатор тут все вот так вот выглядит на транзисторах собрано транзисторов сколько здесь у нас 6 штук поменял один кондёрчик хотя необходимости не было честно говоря это японские джамиконы ой вру рубиконы рубиконы японские самое смешное что есть армитр показывает хоть ему и сто лет японцу этому смотрите какой кондёрчик показывает что все отлично и esr и емкость и вообще все зашибись то есть здесь два конденсатора я один из них не менял потому что необходимости такой нет такой же японские митсуми лтд конденсатор подстроечный переменные вот единственное что я тут любитель изопропиловым спиртом платы тереть вот и я напшикал вот а здесь то щели маленькие она туда попала и в общем прекратила меня вообще что-либо принимать пришлось его выпаивать мыть полностью опять же изопропиловым спиртом вымыл я его но слава богу ожил так транзисторы значит здесь стоят c1675 потом какие 9013 и но 9013 вот такой такие стоят транзисторы приемник чисто получается средневолновый сейчас я его включу покажу как он работает но пока я не не сильно опять же доволен может он так и должен работать надо быть я включу еще вечером покажу его часто пока не совсем вечер и эфир не особо живой сейчас включу как есть без корпуса без ничего секундочку но как-то так но года старичок